И почему ты еще не на стримах Хел Е Плей? Так, эти мобы будут учиться, и условно первый рейт не ломают, а во втором ломают? Блядь, ну это будет пизде... На самом деле это будет охуета! Это все, что я могу сказать. Если они будут реально ломать... Шипы, блядь, это все превратится в душный менеджмент. Потом, когда рейды будут становиться сильнее, а объем работ больше, ты будешь тратить весь день просто на то, чтобы перестраивать все раз за разом. Все. Это будет уже... Да, это будет уже неприкольная какая-то там оборона, где ты что-то... А ты будешь просто заниматься ебучим менеджментом. Хотите сегодня поболтать? Мы давно не ездили просто на пожарки. А то что-то после такого хоррора хочется успокоиться, валясь. Как раз вы там много вопросов задавали, пока я играл. Мы сейчас можем все обсудить. Все, что хотите. Мы можем сейчас обсудить. Го, такси? Ну, такси... Сейчас гляну. Такси, такси, такси... А нет фейк-такси в аренде. Без фейк-такси не так прикольно. Дедлог еще играешь? Нет, я сейчас подзабил. Я сейчас играю в автобаттлер, который называется... Я играю в автобаттлер, который называется Skill Legend Royale. Я там, кстати, хожу в топ-100 сильнейших игроков в мире. Не рофл. Вот. Такая прикольная штука. Киберкотлета? Ну, такой, типа, задрот, скажем так. Понимаю, как играть в эту игру хорошо. А Брабл еще играешь? Да, я Брабл перед сном играю. Я в чат... Я выкладывал в телеграм-канал. Там же какая сейчас ивент. Тебе выдают билеты по 5 штук в день. И идет турнир. 3 дня. Кто занимает... Чем выше позиции, тем больше бесплатных сундуков тебе. Я уже в чат скидывал, как я 2 раза первое место уже там занимал. И 2 раза лутал по 20 сундуков. Но вот в этой хуйне у меня так не получится, потому что там сейчас на этой неделе этот, как его, 3... Битва, короче, в командах по 3 на выживание. Блядь! Мне такие 2 раза дегенераты попались. Это просто пизда. Что вы понимали, мы проебали. У меня было что-то 5 или 6 килов. У них было 0. 2 раза. Они вообще не убивают. Ну, то есть, они не убивают. Они вообще не саппортят ничего. Они просто... Просто умирают, блядь. И я бегаю, рисую их. Короче, какой-то пиздец. Собираю энергопоинты только я. Ну, короче, какая-то дичь, блядь. И там тяжеловато. Вот когда там 3 на 3, например, в команде и прочее, я могу в соло затащить. То есть, там я могу, как бы, лоховских тиммейтов собой компенсировать. Но когда у тебя 12 человек на карте, и там еще есть элемент рандома, блядь, компенсировать крайне тяжело. Просто тебя там зажимают, ты один, и не получается. Слишком много людей. Вот, одному уже трудновато там вывести. У тебя лагает Бравл с DNS серваком? Я решил этот вопрос очень просто. У меня он лагал с DNS серваком, но если отключить Wi-Fi и подключать DNS сервак на мобильном интернете и играть, то лагов никаких нет. Блядь, охуеть, папаша. Я застрял. Погоди, давай толкать. Я даже вперед не могу. Я застрял уже, блядь, полностью. Я понял. Ждем. Вот это, вот это, вот это, да. Спасибо. Какая-то скучная сборка. Я как-то играл в билд. Там тебя даже на дне океана и океана выдалбливают. Ночи дольше дней. Спать можно, попадаешь в кошмары, из которых надо выбраться. И подобное, и подобное. А на рейдах тебя под ноль могут снести. Слушай, я не считаю, что супер-хардовость это ебать пиздатая сборка. Но вот честно. Пока что вот эта сборка показывает себя отлично. Здесь действительно нужно опасаться вещей определенных. Но при этом она тебя не душит в ноль, блядь. Сделать сборку, где игрока ебут в жопу по полной программе, это вообще мозгов не надо. Но сделать так, чтобы была какая-то прогрессия и было интересно познавать мир и играть, вот это уже сложнее. А просто сделать сборку, где там, блядь, тебя ночью нахуй, блядь, просто ванус, блядь, сносят. Хату под ноль просто в поле, блядь. Поле оставляют, блядь, а не хату. Ты там умираешь, блядь, только высунулся, тебе, блядь, 500 стрел въебало, блядь, ты умер. То есть такую хуйню сделать, как бы, мозгов не надо. Я не считаю, что это прикольная сборка. За каких персонажей Бравл играю? Слушай, от ситуации зависит. Это пизда, которые... Блядь, я имена их не помню. Короче, которая огнем пуляет струей огня. Я за нее ебу. Вот в этом маленьком турнире, который происходит среди игроков, я за нее постоянно ебу. Потом Амбер, да, за Амбер. Потом остальные по ситуации. Еще я играю за этого. За динамита, блядь. Вот. Потом динамит, Амбер, Джесси, который турель ставит. Вот. Еще играю за пирата, который тоже турель ставит. Играю еще за... Эту пизду, которая пшикает, блядь, перед собой. Да, динамайк, Пенни. Потом, которая пшикает перед собой. Так, пш, пш. У нее имя из трех букв. ЕМЗ. ЕМЗ еще, да. Вот. В принципе... В принципе... В принципе... Ну, остальные по ситуации, да. Как бы, ну... Тебе же нравятся все, что с турельами, так что неудивительно. Ну, турельки прикольные, да. Го-катку перед сном. Я не смогу играть нормально за ПК. Я играю на мобилке, а не на ПК. Потому что на мобилке играть в 10 тысяч раз проще. На ПК, во-первых, лагает она. Ну, из-за того, что вот коннект этого ДНСки. Здесь мобильный интернет как бы не сделать. А во-вторых... А во-вторых, на ПК неудобно мышкой всей этой хуйней. Должно было бы быть удобнее. Но на самом деле нет. Я поэтому играю в Бравл только на мобильнике. Потому что на мобильнике и... Целишься лучше, и все. Ну, короче, просто на мобилке играть удобнее, чем на ПК. Сколько у тебя там кубков? Я не качаю кубки. Я на самом деле играю очень мало. Я играю максимум по часу в день. Это максимум. Я даже к власти не успеваю иногда закрывать полностью. Поэтому у меня не хватает времени просто играть в обычный паблик, чтобы качать... Чтобы качать кубки. У меня там кубков, может быть, пять тысяч. Ну, то есть мало. Когда ворлдбокс... Блядь, пока не скоро. Там надо к нему с ворлдбоксом подойти с умом. Можно как-то вывести картинку с мобильника на ПК? Да, можно. Можно заморочиться. Посмотреть, как это делается. Нужно какое-то сквозное решение. Сквозное, чтобы... Без какого-то нагрузки на процессор мобильника и так далее. То есть изображение должно сквозным идти. Наверняка можно что-то сделать такое. Ну, не наверняка. Я знаю, что можно сделать такое. Просто как бы я этим не занимался. В винде встроена связь с телефоном приложения. А, ну вот, может быть, через него. А если на компе было бы новым соединением геймпад, был бы как вариант? Блядь, я не играл на геймпаде. Не знаю, насколько это удобно. Блядь, нет, не хочу. Там сейчас кровотечение могу получить. Да, блядь, отъебись нахуй от меня. Блядь, сейчас другого даёвывать будет. На геймпаде норм, кстати? Ну, я не пробовал хз. Ну, чё вам, кстати, сегодня понравился стрим по майну? Интересно вообще было? Блядь, надеюсь, он потушит эту хуйню сам. Ну, 10 тысяч бы получили за этот касс. Да, да. Ну, тогда во вторник и пока вам нравится. Пока вам нравится, во вторник можно ещё раз. Да, ну чё-то дни и ночи слишком длинные, но это часть баланса, чтобы ты успел подготовиться. У меня такое ощущение, что там рейды, вот эти вот инвейды, они очень стрёмные. Ну, в плане того, что очень жёсткие. Вот такое ощущение есть, потому что они дают тебе 4-5 дней подготовиться, именно дневного. И у меня складывается ощущение, что то, что сделал я, это полная хуйня в плане того, что меня как будто бы снесут в говно. Бля, если меня снесут в говно, это, конечно, будет пиздец хуёво. Вот. Нужно, нужно просто сейчас посмотреть, как будет вообще устроена структура атаки на дом. Посмотреть, где они будут подлетать, где они не будут подлетать. То есть, если они будут как-то тереться, например, о стенке нашего дома, ну, знаете, пытаясь проникнуть, как-то тереться они как-то... Ну, вот. То надо будет от дом обнести шипами весь, то есть, в принципе, сделать шипастую коробку. То есть, стенки шипами и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот. МБ надо полутать больше данжей, но у нас там есть ещё один данж рядом, мы его взлутаем, да. Хочу услышать твоё мнение, у меня как-то девочка спросила, что бы я делал, если её какой-то чел шлёпнул по попе и извиниться по моей просьбе отказывается. Драться боюсь, вдруг я загремлю в больничку или другой чел и ещё заяву напишет, или вообще откинется. Что вообще делать в такой ситуации? Ситуация очень простая. Первое, что должно произойти, если мужчина, блядь, значит, девочку по жопе хуярит, а это твоя девушка, то девушка должна развернуться, блядь, и его так от хуесоси попустить, блядь. Это первое, что должно произойти. Если после этого он не остепенится, а начнёт на неё выёбываться и что-то применять, надо достать перцовый баллончик, залить этого хуесоса, блядь. Вот, повалить его на землю, блядь, и задержать до приезда полиции. Всё очень просто. А перцовый баллончик безотказная хуйня, поверьте, любого кабана валят, это я вам гарантирую. Насколько бы чел не был там подготовленным бойцом, ещё чего-то нихуя не поможет, блядь. К сожалению, это практически не тренируется. Даже на спецназовцев даже тестировали эту хуйню. Хорошие баллоны ебанутые, ну, подготовленные суперчуваки, типа там, из спец каких-то отрядов, учебуки. Они более-менее сопротивляются этому, но даже они теряют большую часть своей, так сказать, боеготовности. Вот. А обычный человек, блядь, это вообще... Ну, забей, ему пизда, блядь. Даже если он там на бокс ходит, блядь, ещё чего-то, ему пизда, забей. Это как бы вообще без вариантов. То есть он сразу же, ну... Ну да, ну да, перцовка в помещении, это ЗБС, да. Ну, отлично, только что продемонстрировал свою, блядь, бездарность, решил подъебать. Дело в том, что перцовые баллончики бывают разного типа распыления. Сергей, здравствуй. До меня дошёл слух, что ты создаёшь платный телеграм-канал с пердежом. Куда заходить? Кидай ссылку. Надо убрать голос братишкина из возможности доната. Короче, да, это надо нахуй, блядь, убирать. Вот. Я эту хуйню заблочу. Нет никакого телеграма такого, да, бро. Спасибо за донат. 500 рублей, очень щедро. Благодарю. Вот, касательно перцовок, есть перцовки разного распыления. Есть такая перцовка, как струйного распыления. Ну, короче, чел, который про помещение, пиздану. Ну, долбоёб ты, блядь. Вот. Который вообще не шарит за тему. Вот. И в любом случае, это будет лучший вариант. Чем тебя переломает какой-то чел. Или пырнёт, блядь. Хотя, учитывая, как ты размышляешь, ну, тебе, наверное, норм, блядь, хуй в рот получить. Как бы, каждый выбирает сам. Как ему, так сказать, действовать. А если из рук выбьет чел? Значит, он достанет хуй, нахуя, и напихает тебе его в рот, блядь. Чё за тупорылая хуйня? Ну, у тебя два варианта, блядь. Получить пизды, или попробовать его залить перцовкой, если не получится, получить пизды, блядь. Ну, я не знаю, какой у тебя выбор, блядь. Если чел выбьет, блядь. Ну, тогда просто получи пизды, блядь, и не выёбывайся. Зачем, блядь, ходить на бокс? Вдруг я промахнусь, когда буду бить? Ну, блядь, окей, да, ты можешь промахнуться. Чё за тупая хуйня? Аж, блядь, сбесила, блядь. Умственно отсталый, блядь, вопрос. Просто. Ты узнал про дефолт, нам бояться? Да, вам всем пизда. Я уже говорил чату на стримах на бусте. В данный момент абсолютно ничего не будет. Но это всё, что я могу сказать. Мне сказали, там передали очень много интересной информации, но остальная её часть, она вообще не для людей. Как бы жёстко это ни звучало, и выёбисто, но это правда. Там назвали интересные сроки одних изменений. Если всё пройдёт, некоторые процессы пройдут, так сказать, по тому, как они должны пройти, то... Там будут некоторые позитивные изменения. Это всё, что я могу сказать. Вот, к сожалению, больше сказать не могу, это правда. Инфария рептилоидов. Я просто не могу говорить, потому что там очень высокопоставленный человек. Ну, это не шутка, прям действительно очень, очень высокопоставленный. И я не могу говорить такие вещи вообще. То есть всё, что я могу сказать, я могу сказать. Путин, нет, не Путин, естественно. Тебе гиперзаряд на пене выпал, или ты купил косметику для него? Я косметику, по-моему, купил. Там левел и гиперзаряд давался. Ну, мне там нападало дохуячего, на самом деле. Скины, блядь, и прочее. Пизятые. Сколько у тебя часов ГТРП? Я не знаю, что сказать. А что, раз ты им на бусте, где запись просветить? А я там ничего особо подробного не сказал. Я сказал всё то же самое, по сути, что я сказал сейчас. Я как бы больше сказать не могу. Ну, звучит это со стороны смешно, но как бы смешно это не звучало, и даже, можно сказать, по-фильмовому, это правда, чат. Я, так сказать, человек, который, у которого я могу спросить некоторые вопросы очень серьёзного характера, он действительно, без шуток, очень занимает высокий пост. Вот, очень высокий. И там, как бы, всё, что говорится, по дефолту, я не могу вообще, по сути, не цитировать ничего. Ну, и в целом ничего не могу говорить, потому что и человека нельзя... Ну, короче, я думаю, что всё понимают. Нельзя просто, и всё. Она биулина? Не, не. Ладно, я разрешаю. Можешь ему рассказать. Моргни, если твои источники информации и песков. Нет, нет, нет. Нет. Ну, блядь, моргнул, я, в принципе, моргаю, и, блядь, вы заебали. Да, снова своим привет. Но мне много иногда информации такой интересной доходит. Например, помните всю эту хуйню, когда начали тушить стримеров в казино и прочее дерьмо? Я вам прям перед этим сказал, где-то, по-моему, недели за две или за три. Я сказал, что сейчас некоторым стримерам будет пиздарики. Это вообще ещё нигде не было. Мне много чего там предупреждают. Ну, меня предупреждают, как бы, ну, вот, так сказать, по-свойски, там, иногда там спрашивают, а я не занимаюсь ли чем-то подобным? Потому что стоит прекратить. Ну, вот так вот. Ну, всякая вот такая хуйня. И, а я как бы такой, а я и не занимаюсь. Они такие, молодец. Ну, всякая штука. Просто все вот эти начинания, в том числе от разных организаций и так далее, они все появляются немножко не просто так. Там перед этим есть, так сказать, разговорчики. А потом иногда эти разговорчики приводят к определённым действиям, и уже которые начинают реализовывать там разные ведомства и так далее. Ну, типа, ну, как стандартная хуйня, короче. Какой уровень пожарки уже? Третий. Серёж стоит в масонской ложе, понятно. Да нет, просто так получилось, что... Ввиду там свои прошлые деятельности и так далее... Там, ввиду ещё некоторых других людей... Как бы... Не от меня, а через других людей... Там так получилось, что... Есть там люди определённые, которые... Вот. Как бы вот так. Почему донатим нельзя выбрать твой голос? Потому что для того, чтобы выбрать мой голос, ко мне должен обратиться донейшн-алертс. Должен позвать меня на студию, записать пробники там разных фраз, куча... Просто до пизды разных фраз и так далее, на основе которых будет идти симуляция. И после этого он должен добавить этот донейшн-алертс. Для того, чтобы это произошло... Эээ... Я должен быть очень популярным стримером. Ну вот. И то, на самом деле, популярного стримера недостаточно. Эээ... По сути... Это всё через... Ну как... Не через знакомых, а, блядь, там... Например... Через твоего менеджера там... Или ещё что-то, который там, блядь, со всеми заключается в таком хуйне. Он, например, знает... Ну, короче, там... Да хуя чего? В общем, суть в том, что... Так или иначе, нужно быть популярным стримером. В любом случае. Вот. Для того, чтобы в целом была возможность, например, сделать что-то подобное. Вот. Как бы у меня не тот онлайн, чтобы меня приглашали какие-то такие вещи. Это просто не имеет смысла. Ну вот. Говно не смотрел тебя? Постарел, конечно. Но всё-таки прик... Но всё так же прекрасно выглядишь. Пон. Спасибо. Может узнать инсайдекс. Следственного масштаба, но не может добавить свой голос ДА. Ну, это же абсолютно разные структуры. Это же частная контора. Ну, как... Понятно дело, что это всё подгосударственное. Потому что это было слишком глупо пользоваться расположением человека для достижения какой-то странной цели, сопряжённой с каким-то тщеславием. Если бы сами мне предложили, это одна ситуация. Но сам бы набиваться я никогда бы не стал. И даже если бы я знал человека, который мог бы мне в этом помочь, я бы не стал ему говорить об этом и просить об этом. Это просто странно, как бы мне грубо. Кого? Мне это не важно, если что, мне плевать. Бля, я вообще не за чин за разговор. Бля, какой же ты пизнатый, спасибо за стримы. Не за что, мистер Блэк. Да с каких стрим? Ну, где-нибудь до 12, начало... Начало первого. Почему у тебя вебка с задержкой? Блядь, а я сейчас не могу поменять АВГТА. У меня вебка с задержкой? Я не знаю парадизм, может быть сбилась просто. Но я сейчас, к сожалению, не могу исправить в данный момент. Ну ладно, небольшая эта... Но это не мешает сильно, как бы. Там, наверное, какая-нибудь миллисекундная задержка, да, какая-то прям. Умирал 7 снайперов в ГТА? Да. Вообще не мешает. Ну ладно, похуй, просто я... Мне надо как бы закрыть ГТА сейчас, чтобы я мог перекинуться на второй экран. Потому что после обновления одного Rockstar'ы, у них приложение, но в данном случае ГТА, оно лочит экран. И я не могу просто перекинуть, блядь, на другой экран. То есть мне нужно выйти из приложения, то есть закрыть его. Так что, да. Ёбаные Rockstar'ы? У них постоянно... У них... У них вообще это целая проблема. Эти обновления и так далее, у них просто пиздец. Я уже молчу, сколько было обновлений, которые людям просто не позволяли в игру зайти. Ну вот. И там, как бы, люди могли сидеть неделю без ГТА онлайн. И у них там, блядь, были ошибки самого разного, пошибы. И у них была даже проблема, когда они случайно после обновления... Как-то банили, блядь, какие-то эпишники общие. Короче, там, блядь, это вообще пол... У них какой-то просто пиздец. Я вообще не понимаю, кто там сидит. У них чела просто на рандоме хуйню делает. И там... То есть, каждое обновление Rockstar'а, это просто русская рулетка. Ну, то есть, либо будет нормально, либо сейчас что-то поломается. Всё. То есть, у них прям по-другому не бывает. У них там, знаете, не баги в игре появляются. После обновления, например. А у них, вот, блядь, вообще нахуй игра начинает не работать. Контора пиджаков. Да, да. Это правда. Как думаешь, сколько ли пройдётся дня выхода GTA 6 до её релиза на ПК? Ну, я думаю, что нормально. Они... Понимаете, консольный рынок... Короче, несмотря на то, что многие компании сейчас придерживаются стратегии цена на консоль, цена на ПК, это значит, что цена игры на ПК приближена к консольной игре, либо полностью ей соответствует. То есть, она продаётся за огромные деньги. Вот. Несмотря на это, надо сначала полностью выдать консольный рынок, потому что он пиздец какой прибыльный. По сравнению с ПК. Ясен хуй, Rockstar здесь, блядь, не будет продавать там за такие же деньги. На ПК. И они сначала будут доить консольный рынок. Плюс они получат деньги за эксклюзив какой-нибудь, блядь, там местный. Соберут деньги со всяких там потом каких-нибудь пассов, хуясов, блядь, подборок. За это же всё платят компании, которые игру инвайтят в это дело. То есть, они сейчас на этом денег колоссальное количество нарубят, просто огромное. Потом они с консольного рынка нарубят, блядь. И только потом, когда как раз-таки, вон, они уже ёбнут на ПК и ещё и нарубят с рынка ПК. То есть, как бы, в целом экономическая модель, учитывая уровень ожидания игры, она абсолютно правильная. Они сейчас, как бы, могут делать, чё хотят, и в любом случае не проебутся. То есть, они в любом случае сделают ебанистические доходы. Как бы, поэтому... Они будут начали на расслабоне просто доить весь рынок и... И как бы всё. Видел Майнкрафт 3? Мы, по-моему, видео про это смотрели. Чё-то вообще похуй на GTA 6 выйдет и выйдет. У меня давно такая хуйня вообще про все игры. Даже когда игра классная, и я её отмечаю как игру, которую я бы поиграл потом, у меня нет его... Нет никакого ожидания. Я не жду, я не дрочу, потому что у меня в библиотеке Steam настолько много, огромное, огромного количества игр, которые уже вышли, которые пропатчились, которые обросли DLC, и я за них ещё даже не садился. То есть, вот контента ещё годного настолько много, что, как бы, есть чем себя занять, если захочется во что-то поиграть, там охуенная синглплеерная, там ещё... То есть, дохуя, дохуя всего. Поэтому, как бы, когда выйдет, тогда и выйдет. Балду ты проходил, кстати? Нет, балдея, даю настояться и делаю абсолютно правильно. Её до сих пор патчат, а ещё с патчами привносят куча разных обновлений контентных. И спустя время я сяду и жёстко, блядь, вставлю этой игре хуец свой большой. Но сначала, как бы, я вот жду. Какие игры ждёшь? Ну, я же сказал, никакие игры я не жду, на самом деле. Выйдет и выйдет. Не выйдет, ну и не выйдет. У меня вот такая позиция. Играл Detroit? Да, я играл Detroit. Охуенная игра. Я себе Steam Deck взял. Кайфую, это не в шатине из старых сюжетных игр. Steam Deck очень крутая штука, но имеет смысл только если... Только если она портативность. Если портативность не нужна, то Steam Deck это просто баловство. Ты просто её покупаешь и, по сути, страдаешь хуйнёй. Единственную портативку, которую я до сих пор могу признавать, это Nintendo 3DS. По-моему, она так называется. С двумя экранами. Потому что там действительно очень интересный геймплейный опыт. С разделёнными экранами. На одной экране постоянно карта, на ещё чё-то там всякие другие приколюхи. Инвентарь там на другом. Короче, вообще, ну просто прикольный экспириенс такой. И портативная. Очень прикольно. Прям кайф. Да, а остальное это просто... Остальное это тоже круто. Есть тебе нужна портативность. Если она тебе не нужна, то... Она нахуй не нужна. А 3DS-ку можно порубать даже, когда тебе не нужна портативность. Ну, потому что она сама по себе очень такая. Необычненькая, скажем. Привет, Серёг, как хоррор-сборка. Есть смысл пересмотреть с ним? О, да. Да. Кстати, ты же говорил, будешь пионер ждать. Там сейчас заявка принимает на бета-тест. Ну, ждать имеется в виду, следить и так далее. Я бы её попробовал поиграть. Да. Я знаю, что там сейчас принимают заявки на бета-тест. Ну, мне как бы поебать на бета-тест. Что бы посоветовал поиграть, кто не играл в сингл-пэйр игры? Ну, не... Жанр надо указать, блядь. Это вопрос слишком широкий. Я не могу так ответить. Это будет бесконечное перечисление, наверное. Ты жабер. Надо определить. Сапёр, блядь, да. Сталкер будешь играть? Нет, пошли они нахуй. Пошли они нахуй. Слишком много пиздят, я считаю. Поэтому... Пошли-ка они нахуй. Пошли-ка они нахуй со своим... Дерьмом ебаным. Сосать им хуец. Так что рот их ебал. Обиженки? Да, вообще какие-то, блядь, попущенные, блядь, луны. Вот, поэтому пошли нахуй они. А если когда-нибудь я играю на сталкер, потому что меня там задонатят или ещё чего-то, то это, конечно же, будет... Ну, я так сказать, дождусь скидки. В зелёном магазине скидку дождусь. Вот, чтобы повыгоднее взять. Кстати, хочу вас предупредить об одной вещи. Может быть, об этом многие не задумывались. Ну, ввиду определенных обстоятельств и риторики. Когда сталкер выйдет и когда вы его тут же увидите на просторах магазина со скидкой, я вам советую очень осторожно качать дистрибьют. Покупать его, так сказать, извините. Покупать дистрибьют в этом магазине. И очень тщательно его проверять. Потому что... На их месте я бы, например, бы... Может быть, даже бы и сам слил бы билд. Знаю, что его вот-вот сольют. И ебанул бы туда всякую хуйню. Поэтому я сейчас не шучу. Будьте осторожны. Про Майнкрафт ИИ. Я имел ввиду ИИ. ИИ создает игру на основе Майна. А не ИИ в Майн пихнули. А-а-а-а. Не, я такого не слышал. Да просто нахуй это помойку? Ну, по факту да. Пошли нахуй. Посмотри видео. Я сейчас ничего не буду смотреть. И генерирует Майн в реальном времени. Играть такое трудное. Я тебя понял, Сергей. Жаль, не создаёшь канал. Давно я тут не был. Расскажи, как у тебя дела в общем. Хочу пожелать тебе счастья, здоровья и дальше всякое. Спасибо, что стримишь для нас. Я тебя очень сильно люблю и чачек. Беннонки, спасибо большое, бро, за донат. Большой благодарю. Вот. Как у тебя дела в общем? В общем, у меня дела на самом деле глобально очень хорошо. Ну, вот. Как бы процветаю. Кайфую. Наслаждаюсь. Не знаю. Ну, типа, всё хорошо. Вот. Единственное, у меня со сном проблемы в последнее время. Но это никак не связано с какими-то проблемами моей жизни или ещё что-то такое. Это у меня такое бывает сезонное, так сказать. Что-то так сказать. А так, в целом, если говорить про жизнь, то... Всё отлично. Спасибо, что спасил. Майнкрафт от ИИ. Это просто симулятор сна при температуре 40. Кстати, я недавно нашёл ИИ, который сам в ДНД... Сам в ДНД играть будет. При этом именно ты являешься мастером, а не ИИшка. Другая попросту история свою пишет. Которая... К чему это я сейчас? В нейросеть стали просто охуенной. Не, было бы охуенно, если бы нейросеть была гейммастером. И чтобы ещё дичь генерила прикольная. И решала, как бы, когда ты ей отвечаешь, сработало это или нет. Это вообще было бы просто пиздец. Это было бы просто охуенно. Кстати, пользуешься советами по типу, не используй телефон за час до сна. Слушай, я могу так сказать. На моей практике я очень много слышал таких советов. Про вот эти телефоны и так далее. И они отчасти верны, но глобально нихуя не меняют. Единственное, что я могу реально советовать, какой охуенный, это прямо перед сном не играйте в игры, которые повышают ваш адреналин и всякую такую хуйню. Например, какие-нибудь соревновательные шутеры или прочее. Потому что ваш организм на взводе, вы такие, как бы, все в процессе и так далее. И ваша нервная система перевозбуждённая. После этого вы будете тяжело засыпать. Вот это единственное, которое совет вам дать. То есть избегайте контента, который вот перегружает вашу нервную систему. В остальном, глобально, совет не использовать телефон за час, это, в принципе, как бы, да. Но глобально он, как бы, отсутствие телефона не улучшает сон. Из-за исключения вот этих вещей, о которых я сказал. То есть если вы не посмотрите мемы перед сном, то особо лучше не засыпается. Но, может быть, засыпается лучше процентов на 5, блядь. Но так, чтобы прям была колоссальная разница, что с ним, что без, к сожалению, нет. Просто телефон очень часто вредит тем, кто смотрит видосики перед сном. Потому что не то, что им, как бы, сами видосы мешают заснуть. А то, что они не знают меры и слишком долго сидят в телефоне. И из-за этого у них начинает сбиваться режим. Ну, то есть они начинают позже ложиться, чем обычно. Сбиваются ритмы и всякая хуйня. То есть вы там должны были часик полистать, видосики. А в итоге лежите и листаете 2,5 часа. И как бы уже полтора часа от сна вы убрали. А для сна полтора часа это очень много на самом деле. Ну вот. И вот такая вот фигня. До сих пор засыпаешь лежа на спине? Да по-разному. Ну, стараюсь, да. На спине это самая адекватная позиция для тела. Вот. Люди не могут к ней привыкнуть, потому что им неудобно. То есть им хочется перевернуться сразу. Но если себя перебороть и не переворачиваться, то на самом деле поебать становится. И ты как бы спокойно... Спокойно, блядь, засыпаешь. Все, жду, когда Хейтс 2 полностью выстрелит. Она будет из раннего доста. Во-первых, мне пиздот зашла. Начала играть в нее из-за твоих стримов. А, понятно. Блядь! Ну, слушай, иначе не скоро Хейтс 2. Самый ближайший срок это, наверное, к сентябрю плюс-минус 2025. А кто-то спит не на спине. Но вообще, по статистике, большинство людей спят на боку. На одном из... На левом или на правом. Это вообще самая популярная поза для сна. На боку. Кажется, хочется для Торуны с ним поникогда выстрелить. Даже есть желание перегазить в Нандертейл или посмотреть твое прохождение по ней. Пон. На правом врачи не рекомендуют. Вообще, и на левом, и на правом, на самом деле, не круто спать. На левом боку вообще им бас засыпать. Но не спутай, как вредно говорят. Да, достаточно вредно. Так, нам заправиться надо. Мы как раз недалеко. Здорово, кто у тебя считается, Олд? Те, кто начал смотреть тебя с Happy Wheels? Но если ты говоришь про стримы, то на снимах свой срок Олдовости. Люди, которые меня знают давно, это не совсем... Это не значит, что это, там, Олд. Потому что большинство людей меня вообще знают с переозвучек. То есть это было еще до Happy Wheels всяких. Бля, за хаз нормально сыпется. Ой, чатик. Завтра посижу, попукаю. Какая фанатийная раса тебе больше всего нравится или кажется наиболее интересной? Я думал, песня будет как Ахастас. Эх, я тебя осмотрел, Ктарф, когда ты был еще доктором. Как время летит? А-а-а, Веном Киев, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я был несколько раз доктором. Короче, про расу это очень сильно зависит от вселенной. Глобально я, наверное, ни одну не выделяю. Стрик слетел, свитбуба лох. Стрик слетел, свитбуба лох. Да, кресло ебать важно. Блядь, я помню, когда я когда-то давно, когда там стримил, когда я еще жил на старой квартире своей, у меня не было кресла. И я сидел на большом таком кресле мягком. У меня был высокий старый стол, бабушкин. И я подкладывал себе под задницу две подушки, чтобы повыше быть. И держал так спину. Это, блядь, и у меня спина так... Бля, я вообще в охуе, как я так сидел. Это пиздец, честно? Это пиздец, блядь, был. Это, чтобы вы понимали, это гораздо хуже табуретки было. Или что-то такого. Это был просто пиздец. Это, блядь, я ебал. А по-другому я не мог, как бы. Да, на спинке баре я бы спал. Блядь, это был просто пиздец, чуваки. Я даже не могу вам объяснить, какой это был пиздец. Я сейчас вспоминаю, как я так сидел, я в охуе, блядь. Ну, а нам. Почему злой был? У меня кресла не было. Ну, да. Главное, что спину держал. Нет, спину держал я самостоятельно. Я не мог облокотиться даже на это кресло. То есть, это был просто пиздец. Блядь, я говорю, блядь, это был полный трэш. То есть, табуретка без спинки была бы лучше, чем только сидел я. Потому что на табуретке без спинки ты хотя бы на твердой поверхности четкой. И как бы окей. А там даже этого не было. Кстати, только что поступил вызов, который требует 4 наряда, ребята. Я впервые такое вижу. Сейчас потушим автобус. Если там место останется, пойдем попробуем. Когда следующий стрим наказания? Следующий стрим наказания на следующей неделе в воскресенье опять. И его будет определять чат. Опять. Ну, ситуация та же самая. В Телеграме будет создан пост. В пост будут пихать предложения. Эти предложения будут лайкать ребята и так далее. И потом из залайканных предложений, соответственно, будет составлен... Я один иду на этот вызов, еду. Будет составлен список для голосования. Когда аниме стрим, так он был вчера. Бля, он был вчера. Аниме стрим по субботам. Водо Бравл победил. Но вообще я бы не хотел, честно говоря, потому что я... Мне неудобно, блядь, играть, все это делать, это... Ну... А подключать трансляцию с мобильника я тоже бы не очень хотел, потому что мало ли какое у меня там сообщение напишут, всплывет уведомление. И вот эта вся хуйня. Там позвонит кто-то, номер какой-нибудь, может быть, чужого человека запалится на стриме. То есть я не хочу все вот этого, как бы, ну... И поэтому я... Я вообще бы не хотел этим заниматься. То есть мне придется играть через эмулятор без мобильника. А через эмулятор без мобильника... Это... Мне пиздец хуево будет играть. Чел, который удалил варикс аниме, уебан. А я его забанил перманентно. В телеге. Я за такое буду банить вообще. Даже не буду предупреждения выдавать. Это было сделано специально. Я просто открыл логи. Я открыл логи действий. И увидел, что такой-то пользователь определенный. Удалил пост с предложением аниме дня, у которого было там 400 лайков. Ну, как бы, блядь. Ну, порнохаб. Long Big Dick на вас подписалось 30 человек. А там видно, что я факи ставлю? Я вижу там вообще все. Я вижу, кто ставит эмоуты все. Не знаю, видите ли вы. Я вижу, когда вы редактируете сообщения. Когда вы их удаляете. Ну, вообще все действия я вижу. Я в Айзек уже миллиарды лет не играю, бро. Ебать-то вспомнил. Че я его буду играть? Оригинал редакта видишь? Да, оригинал редакта я тоже вижу. Блядь, нахуя ты это делаешь, блядь? Ебанат. А можно посмотреть людей, которые посмотрели запись ТГ? Я про это не могу сказать. Но там вроде бы статистики. Возможно, можно это сделать. Но не то. Ну и хз. Бля, ебать, чат. Это первый раз такое. Это куда нам вообще надо? Где-то по центру там? Ебать, блядь, рынок горит или что это? Нихуя себе, блядь. Первый раз мы на таком вызове, блядь. А ты видишь наш IP? Нет, IP я не вижу. А сколько людей на сервере? Ну, сейчас уже ночь. Сейчас там где-то тысяча человек с копейками. Бордель горит не иначе. Сколько за него заплатить? Тут нужно четыре наряда. Ну, во-первых, у меня даже воды не хватит потушить его. То есть это мне нужно идти заправляться. Давай одной машины здесь с полным баком даже не потушить. Как крышу тушить? Ебать, блядь. Бля, не знаю. Надо будет подумать. Может, это просто визуально она горит? Потому что... Ну, например, вот эту хуйню я не могу потушить. А, могу. Блядь, походу, да, крышу надо тоже, ну, тушить. Давай сначала фасад потушим. Потом уже будем с крышей разбираться. Возможно, придется заправляться ехать. А где другие люди-то? Ну, просто... Пожарка это не очень популярная работа. Скажем так. А заказы могут отличаться из-за уровня? Вот, кстати говоря, про это я не знаю, но... Вот этот заказ я впервые в жизни вижу вообще. Может быть, из-за того, что я прокачался по левелу, и поэтому он мне стал доступен. Хз. О, что я буду говорить. Так. Всё. 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 ну да молодой дедос тоже верно я и байдис конечно очагов я даже камеру так не задеру с вертолета туши где вертолета возьму сейчас надо как-то машину откатить попытаться дострелить я хуй пойми сколько у меня а у меня еще 10 литров есть вот так как-нибудь попробовать ебать ювелирная работа вы посмотрите на это так чуть поближе так ладно это с другой стороны ща теперь вперед проехать то что здесь столб мешает так нормально будет думаю да блять не понял чё за хуйня типа не достает оттуда ты герой этого города но он тебя не заслуживает блять по база давайте так взят это реально сложная миссия на блять что за хуйня а глядь реально не достает пиздец окей так хорошо я не уснул то надо у просто ебать посмотрите нахуй я закидываю воду бля ооо достал тридцать тысяч ебать папа бля ни хуя бля нормально приехали блять 3 декабря 10 лет каналу твича интересно что мы могли с вами такое сделать на 3 декабря и стоит ли делать вообще я по-моему один раз только праздновал день рождения канала ну как праздновал просто даже не знаю что делать ноль идей выходной бля не ну серьезно ничего не делать может быть джорджо на бусте понятно сколько идет одна серия джорджо вот это вот так сказать последнего сезона 20 минут да а сколько там всего серии ты его не смеял что ли первую часть смотрел но уже забыл вторую так и не стал 10 лет бусте нет 10 лет вичу какой бусте 38 серий 39 ебать блять мне да пиздец то тогда на твич на твиче бан за это будет блять за жужа баня мб на 3 декабря как раз в рутбокс блять я не знаю шпили все это сделать можешь проверить steam для для тебя подарок у меня нет подарка никакого наебал наебал нам ну ничего страшного мы ему припомним как-нибудь например въебим у бана перманентного чтобы знал как отвлекать бля на самом деле пожарка заебись блять мы столько денег форманули и это пока только третий уровень на четвертом и пятом будем и будут еще больше платить заебись так работать на ней показывает свой альбом с детства а у меня нет как такового альбома к сожалению какой максимальный уровень пятый у профессии максимальный уровень пятый не зря тратился на военник ну так то да а ты планируешь типа все профессии на максимум качнуть ну вообще это было бы забавно постоянно работать блять на разных профессиях качать их постоянно привет зарат устра постоянно качать их это было бы смешно но блять просто было бы ну это было бы и наверное не очень прикольно хотя блять подождите смыть за один пожар обычный самый обычный по четыре с половиной тысячи дают но это пиздец дохуяне в девятнадцатом году были марафоны фильмов возможно ли такое на бустину в будущем ну в теории какой-то там какую-то систему придумать то можно да конечно такое может быть да но проблема заключается стримы на бусте что если устраивать на бусте марафон это скип стрима на твиче а это не самое но это не очень хорошо а ты не хочешь куда-то устроиться видим условно ой бля нет лидером это здесь надо это геморрой это надо прям не там надо я чё-то хуярить и еще что-то ой в пизду нет это геморрой ты даже постоянно скипаешь не на твиче блять я скипаю потому что у меня дела я вот скипнул недавно когда это было в пятницу я скипнул день стрима на твиче и это было вот реально когда я никуда не ездил а просто сидел дома то есть я просто чилил это был единственный раз а до этого я постоянно куда-то уезжал лидерки во всех рпш как дрочь лютая ну да 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 потому что там ну потому что это на самом деле важная позиция от нее зависит опыт игроков и прочее с экономикой сервера rainbow и инфляции текущие это не очень много у меня даже знакомые перекупы на другие сервера перебежали бы и вы тут и мушка уже не ценится особо интересно почему нет ночная земля я завидно что ты просто можешь взять выходной когда хочешь ну да да у меня вообще охуенно жизнь устроена вот есть конечно свои нюансы но в целом как бы я охуенно она охуенной волне ну то есть как бы в целом заебись вот сегодня сели посты били маян угорали блять чего пиздата весело забавно интересно сейчас gta-шечку потом пойдем туда в целом цел чил на самом деле как бы какой из-за того что у меня уже все устаканилось и какие-то там процессы налажены какие-то вот со стримами связанные там с другими вещами уже как бы как бы просто вот кайфуешь базовый вопрос по gta-рп сколько ты зарабатываешь в gta-рп блять ну вот смотри кем работать пожарным вот мы сейчас закрыли большой заказ 30 тысяч нам дали плюс еще ну за час наверное да я даже не знаю тысяч сколько за час мы gta получается делаю тысяч шестьдесят может быть может быть больше ты в курсе каким образом бусте сохраняет запись стрима может ли быть так что из-за какого-то нюанса она не сохранится технический сбой какой-то может жесткий быть блять но пока такого не было так то она автоматически сохраняется она параллельно короче когда ты стримишь он параллельно записывает это понимаю на свой сервер запись потом ее обрабатывает и сразу релизит то есть она в процессе стрима находится уже на серверах у бусте то есть бусте и как бы пишет автоматически на бусте может второй сезон аркейна посмотреть теории да на бусте это можно сделать а сколько серии сколько серии во втором сезоне аркейна 9 серий по 40 минут ну можно знаете было бы типа ради аркейна отменить рулетки фильмов блять и по вторникам смотреть по 3 серии и тогда нам понадобится 3 вторника 3 недели чтобы полностью посмотреть аркейн но не знаю насколько такая не знаю насколько такая стратегия она заебись у аркейна пока того 6 серий вышло а там вот говорят 23 ноября 7 по 9 выйдет ну и в любом случае пока до этого дойдем уже они уже выйдут рулетки фильмов это на бусте да заебись было бы таким образом сериал на бусте смотреть ну вообще можно было бы сделать знать какую-нибудь рулетку сделать дорогую с минимальным донатом там высоким но почему объясню люди добавляют сериалы сериалы в эту рулетку и если он побеждает то мы его получается смотрим каждый вторник по определенному количеству серий в зависимости от длительности серии ну вот ну и сезон мы все смотрим не на весь сериал это выкупая на один сезон то что может быть просто блять 90 сезонов сергей ты слишком дорогой стивер тебя трудно содержать что поделать жизнь такая смотрел сериал пингвин говорят имба блять это где актриса на главной роли и пингвин это женщина нет ясно нет я не смотрел а вы не знаете есть сериал где пингвин женщина и это не шутка хе-хе-хе насколько я знаю да реально я слышал где-то да 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 то ли его снимают то ли то ли уже сняли пингвинка блять да если это не шутка что так на ржову пробивает муль и крестоносец в плаще из новых там пингвинка блять сука пиздец как они заебали с этими экспериментами дать чё-то свежего как эти бабы блять заебали лезть на нормальные мужские роли нахуй портить их идите блять там короче в пизду кстати о звездных войнах эту манду блять которая с ебучим ебалом блять ходит которая теперь главная джедайка и вообще там рот всех ебала она там блять просто блять самый сильнейший из когда ли в сильнейших короче вот это мэри сью блядская которые просто из блять ну нахуя да рэй который рэй они по ней там ебать контента собираются делать типа блять они там ее так хвалят этого персонажа этот персонаж он блять такой-то и такой-то мы наснимаем с ней фильмов а еще она будет появляться в сериалах а еще она будет появляться там и там блять пизда просто я ебал нахуй вообще эту шлюхандрскую суку блять туда взяли бы почему нельзя было снять нормальные звездные войны а не с этими блять жирными блять уебищами и прочих хуитой которые нихуя не делают а нормальных персонажей сливают потому что старое это говно блять Старое, мы отменяем старое. The Disney, это пиздец, параша? Да, это реально очень плохо. Просто пиздец. Там вроде уже отменились немного проектов, блядь. Слава богу, если это правда. Если правда с ней отменили дохуя проектов, блядь, заебись. Нахуй эту пизду вообще, блядь, с саными тряпками гнать надо. Я хочу, чтобы Звёздные Войны снова были заебатыми, их охуенно сняли. И чтобы там главный герой, короче, в новом фильме проснулся, блядь, такой. И сказал, блядь, вот это мне хуйня приснилось. И всё, и начали дальше продолжать историю по канону, как надо. Вот это сон собаки, который я бы простил, блядь. И который я бы, блядь, за это просто 10 из 10, блядь, поставил просто. После этого же кадра, блядь, ещё не посмотрев фильм, я бы уже въебал 10 из 10. Сергей, у меня сегодня днюха. поздравь меня пожалуйста меня зовут георгий мне сегодня 28 лет исполнилось еще два года до 30 спасибо чатик что вы есть у сергея я не так часто сюда захожу но если зайду то очень метко веномки спасибо большое за донат я тебя поздравляю 28 лет это хороший возраст я как человек которому уже 35 вспоминаю этот возраст как возраст былой юности пылкого жаркого сердца большой энергии да помню эти времена 28 как будто мне было вчера 28 на самом деле это было 7 лет назад а 8 а сколько мне лет разиме 36 или 35 помню 36 да это было восемь лет назад а 35 мне а это было 7 лет назад я кстати правда забыл сколько умели я уже дошел до того возраста когда понимаете возраст всего лишь цифра блять я уже просто не ебут сколько мне лет у меня есть одно определение я еще живу и уже так дохуя что я просто не помню сколько мне исполнилось да чайка да да вадим да было охуенно как те фильмы приколы про персонажи нормально ладно чат на сегодня мы завершаем наше потрясающее приключение виде пожарника я конечно охуел что мы с вами 30 тыс заработали с одного вызова это был мягко говоря пиццедейшн корпорейшн взять